Мы не сидим сложа руки, а мы ищем новых, скажем так, партнеров. Обратились в воинскую часть, вот в эту 38-ю бригаду позвонили командиру, связались с ним, объяснили ситуацию, он все прекрасно понимает, и он сам донор, и сегодня сдавал кровь, и неоднократно до этого сдавал кровь, как и выяснилось с разговора с ним. И он охотно согласился организовать выезд на базе своей 38-й бригады, и к нам на станцию присылал бойцов, за что им огромное спасибо. И вот сегодня мы здесь работаем с ребятами. Запрос был принят, реакция поступила незамедлительно, и вот уже около 50 военнослужащих в голубых беретах, всех званий на позиции, стоят по стойке смирно и ждут своей очереди у двери кабинета, где ведут свою работу специалисты Брестской станции переливания крови. Совершенно разные бойцы, и для большинства из них это первый опыт донорства, для кого-то повторный, но все они совершенно точно не испытывают страха и знают, зачем пришли. Я надеюсь, что моя кровь кому-то поможет. Мало ли кому-то нужна будет помощь, именно моя кровь подойдет. Хочу помочь людям, но надеюсь, что моя кровь кому-то понадобится. Очень важно, чтобы хранилище крови пополнялось ежедневно, ежечасно, ведь согласно статистике, каждый третий больной, поступающий в стационарное лечение, нуждается в применении компонентов и препаратов крови, а особенно в них нуждаются люди с тяжелыми травмами, кровотечениями, ожогами, заболеваниями крови. К сожалению, спектр больных людей очень широк. Важно, чтобы было достаточно. Каждый день, каждый день, каждый день должны люди приходить сдавать и пополнять запасы крови. И опять же говорю, ровно столько, сколько нам нужно для удовлетворения потребностей больничных организаций здравоохранения. Доноры, сдавшие кровь на безвозмездной основе не менее 20 донаций, а плазму, лейкоциты, тромбоциты не менее 40, награждаются нагрудным знаком отличия. Это приятно, но радует, что большинство почетных доноров делают это совсем не из-за знака отличия. У каждого из них есть свои на это причины. Просто одному моему родственнику понадобилась кровь. И в тот момент было довольно-таки проблематично ее найти. И один раз стал смущен с этим, я решил, что буду заниматься этим постоянно. Для многих голубых беретов, приезд специалистов Брестской станции переливания крови к ним в родные стены, это отличный повод сделать это впервые. Вместе с этим нельзя не отметить факт, что это довольно удобно для большинства крови дарителей. Первый раз сегодня сдую кровь. Задумывался, но как-то, наверное, времени что ли не хватало. А тут подвернулась такая возможность, что все само к тебе в руки идет. Я решил ей воспользоваться. Понимаю, что моя кровь делает благое дело, она кому-то поможет. Первый раз, второй. Вообще я собираюсь это делать на постоянной основе с этих пор. Здесь представители станции приехали сами, организовали. Для нас это и по времени, и по условиям очень удобно. Сдавал кровь давно, 24 года назад. На данный момент пробовал несколько раз сдавать на станции переливания крови, но, как правило, сталкивался с огромной очередью, не выставил ее. В данный момент решил принять участие в этой акции. А еще донорство полезно для самого дарителя. Ведь донор получает возможность контролировать состояние своего здоровья за счет регулярных медицинских осмотров. Донор точно знает, что здоров. Военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, конечно, продолжат активно и дальше вносить свой вклад в пополнение запасов такого ценного биоматериала. Я надеюсь, что нынешняя сдача в это непростое время, видите, не только в нашей стране, а во всем мире, эпидемиологическая ситуация сложилась так, что, наверное, она сейчас очень нужна и важна. И я надеюсь, что моя сдача кому-нибудь да поможет, а, возможно, даже кому-нибудь и спасет жизнь. Данная сдача крови – это будет не последняя. В дальнейшем мы очень тесно планируем сотрудничать с медицинскими учреждениями города Бреста.